А сейчас присоединимся к службе! Иисус, сын Давида, смилуйся надо мной! Те, кто шли впереди, заставляли его молчать, но он еще громче закричал. Сын Давидов, смилуйся надо мной! Иисус остановился и приказал привести слепого к нему. Когда же тот подошел, Иисус спросил его, «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» Я хочу, чтобы вы запомнили это. «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» И тот сказал, «Господь, я хочу прозреть!» И сказал ему Иисус, «Прозри!» «Вера твоя исцелила тебя!» И тотчас же зрение вернулось к этому человеку, и он последовал за Иисусом, прославляя Бога. Сегодня я буду проповедовать вам на тему «Секрет изобильной жизни в ожидании чудес». Чудеса окружают тебя каждую минуту твоей жизни. Но тебе самому нужно решить, дотянуться до чудес и взять их, или пропустить их. Или ты культивируешь, выращиваешь это чудо, и ты можешь его распознать, когда оно появится на твоем пути. И тогда со словами ты можешь сказать, «Господь, спасибо тебе за чудо!» Но можно также и прожить жизнь, и не подозревая о чудесах. Они приближаются к тебе, но поскольку ты ничего не знаешь о них, тебе их не различить. И они пройдут мимо тебя. И тогда ты скажешь, «О, Господь, я хочу знать, почему ты не заботишься обо мне, почему ты не избавляешь меня, почему я не получаю своего чуда». Прежде всего, потому что мы не понимаем, что чудеса происходят вокруг нас каждую минуту нашей жизни. Но проходят эти чудеса мимо. То, что произошло в период великой физической опасности в моей жизни, больше всего повлияло на мою жизнь, и через это на жизнь множество людей. Моей жизнью угрожала большая опасность. В тот вечер я мог погибнуть, но я отправился на собрание. Перед этим я лежал на кровати в попытках сосредоточиться на Боге. И я пытался не поддаваться эмоциям, если точнее, не потерять сознание. Я мог бы отказаться, понимаете? Мог бы сказать им, что что-то произошло, и я не могу прийти на это собрание. Но Господь сказал моему духу, «Жди чудо». Я никогда не слышал этого выражения. Я нигде раньше его не прочитал. Он сказал, «Каждый день ожидай нового чуда». Ну что ж, я почти выпрыгнул из кровати, потому что в тот день мне особенно нужно было чудо. Мне нужна была духовная сила, чтобы встать, одеться и пойти на собрание, и лицом к лицу столкнуться с тем, у кого в руке был пистолет. Живой или мертвый, но пока я жив, я должен был проповедовать и ежедневно ждать от Бога нового чуда. И я и вам не могу сказать ничего лучше, кроме как ожидать чуда. Повторите, ожидайте чуда. Поднимите свою правую руку и скажите, «Ожидайте чуда». Встаньте с поднятой рукой и скажите, «Ожидай чуда». А теперь скажите, «Господь, я надеюсь, я ожидаю чуда». Начиная с сегодняшнего дня. Сейчас. Спасибо, вы можете сесть. Я хочу, чтобы вы знали, что все, что написано в Библии, предназначены для тебя и меня. Как мы прочитали, приближаясь к Иерихону, Иисус встретил слепого, сидевшего у дороги, и просящего милостыню. В Писании сказано, что он был в платье нищего. В те дни не было ни финансов, ни места для заботы о слепых. У них не было никакой финансовой поддержки, и как раз это платье и указывало на то, что он или она, что эти люди были слепые, и что они не могут финансово обеспечить себя. И этот нищий, слепой, сидел у дороги и простыл милостыню, когда вдруг он услышал шум приближающейся толпы. У него был очень острый слух. Шум все возрастал и возрастал. Большая толпа людей подходила к нему, и он спросил, что означает этот шум. И кто-то ответил ему. Кто-то сказал ему, идет Иисус из Назарета. В его душе как будто бы зажглась тысяча электрических лампочек. На него нахлынули мысли, которые он вынашивал месяцами. Он никогда не видел Иисуса Христа. Он никогда не был в Его присутствии. Он не мог воспользоваться возможностями, которые были на собраниях Христа, потому что он сидел у дороги и просил милостыню. Миллионы людей никогда не встречались со Христом, из-за чего-то ужасного в своей жизни. Эта вещь удерживает их и унижает их. Эта вещь лишает их уверенности, самоуважения и надежды. И так он сидел у дороги, и он услышал шум приближения Иисуса из Назарета. И хотя этот человек и был слепым, он знал Библию. Он знал пророчества Ветхого Завета о пришествии Христа. И без каких-либо колебаний или консультаций с другими людьми, он изо всех сил закричал, «Иисус, Иисус, Сын Давида, смилуйся надо мной». Почему же этот слепой, нищий, сразу же закричал «Иисус, Сын Давида, смилуйся надо мной»? Что он знал? Кто дал ему эту информацию? И почему он, услышав об Иисусе, сразу же закричал «Изо всех сел»? Потому что в своем духе он знал, что значит имя «Иисус». Он знал, что его нужно назвать Сыном Давида. Иисус был человеком, но его божественной частью был Христос. Иисус был человеком, рожденным от Девы Марии. Он принадлежал к роду Давида. И он был человеческим Сыном. И слепой нищий знал, что Иисус был человеком, лишенным своей божественной природы. Он знал, что он спустился на землю для того, чтобы быть такими же, как все. как все заблудшие и страждущие. Он пришел, чтобы сидеть там, где мы сидим, чтобы чувствовать то, что мы чувствуем. Он инстинктивно знал из Писания, что когда придет Мессия, он поймет Его, слепого и нищего. Он знал это, и очень многие сейчас не знают этого. Иногда они используют имя Иисуса даже как ругательное слово, или же как смешное слово. По-разному используют это имя. Но Иисус – это не случайность. Он единственный в истории человечества, приходил к нам для того, чтобы поддержать нас в нашей нужде. И я говорю вам, вы и сегодня не одни в своих мучениях, о которых, возможно, никто, кроме вас, и не знает. И никого другого это, возможно, не беспокоит, но он знает об этом, и его это беспокоит. Его зовут Иисус, и Он приходил для того, чтобы поддержать вас в ваших проблемах. И этот слепой, этот нищий у дороги, позвал Его Иисус, сын Давида. Почему Он назвал Его сыном Давида? Великие библейские ученые утверждают, что Давид, пастух, убивший Голиафа и ставший царем Израиля, был самым совершенным человеком перед пришествием Иисуса на землю. Давид голыми руками убил льва и медведя, когда те охотились за овцами Его отца. По вечерам Давид пел. Его песни превратились даже в псалмы. Они стали птичьей песней Израиля. Этот человек один выступил против Голиафа. Тогда как царь Саул и вся армия до смерти боялись его. Этот здоровенный гигант был 3 метра ростом. А Давид выстрелил в него из чего-то вроде рогатки, с небольшим камешком. Он просто подумал, что этот здоровел слишком большой, чтобы в него не попасть. И он попал в него. Давид был человеком. Он стал царем Израиля. Израиль образовался, когда Моисея и Иисус Новин привели туда людей. Как Бог приказал, он не занимал всю землю, но Давид растянул ее до самых пределов. Давид возродил эту землю. Он был совершенным человеком. И этот слепой, этот нищий знал, что Иисус также был совершенным и намного величественнее Давида. Но он назвал его сыном Давида. В бытии он еще назван сыном женщины, тот, который... тот, который причинил горе и раны голове дьявола. Он был назван сыном Авраама, который дал нам нашу веру. Он также был назван сыном Давида. И слепой, нищий, сидящий у дороги, знал Писание из книги Исаии. Об этом также сказано и в 4 главе Деяний. Я хочу прочитать это вам. Вот что было у него на уме. Я хочу, чтобы это было то же самое на уме и у вас сегодня. Иисус сказал, «Дух Божий на мне». А пророк Исаия предвестил это 800 лет. Кто-то год. «Дух Божий на мне, потому что Он помазал меня проповедовать Евангелие бедным». Мне любопытно, что Он говорил бедным. Мне нужно проповедовать вам о том, чтобы быть беднее. Я пришел к вам для того, чтобы избавить вас от бедности. Вот как Он проповедовал. Он помазал меня, чтобы я проповедовал Евангелие бедным. Он послал меня, чтобы я исцелял разбитые сердца. Он не сказал, «Вы заслужили эту беду». Он сказал, «Я пришел, чтобы вывести вас из этой беды». Он послал меня исцелять разбитые сердца. Он послал меня проповедовать избавление пленникам. У вас есть какие-то неприятности, у меня какие-то неприятности, из которых нам самим не выбраться, потому что дьявол охраняет ворота, и мы не знаем, как выбраться из этого. А он пришел, чтобы сломать эту стальную решетку и освободить нас. И он сказал, «Слепые прозреют». И этот слепой, нищий, сидящий в дороге, вспомнил Писание о том, что этот человек пришел, чтобы исцелить его от слепоты. И этим человеком был Иисус. Он верил в Иисуса, как в личность. Он верил в личного Иисуса. А вы в своей нужде надеетесь на личного Иисуса? Он верил, что Иисус исцелит его от слепоты и от его ран и ушибов. И руки нищего тянулись к нему. Он пришел, чтобы вернуть зрение слепым, исцелить их от всех кровоподтеков и синяков по всему телу. Почему у слепых были синяки? Потому что они были нищими и слепыми, их пинали, проклоняли и выгоняли вон. У них были и синяки, и кровоподтеки по всему телу, и так их и в душе. Итак, этот слепой слышал приближение сына Давида, потому что он был бедным, у него было разбитое сердце. Как слепой он также был и пленником, как и у всех нищих у него были синяки. Это произошло в год Господа, когда все празднули 50-ю годовщину Израиля. Этот гол был назван юбилейным годом. Были аннулированы все долги. Все возрождалось. И слепой сказал себе, «Вот и наступил мой день. Он возродит для меня все, что я потерял. И никому не обязательно ждать завтрашнего дня». Никому не обязательно ждать завтрашнего дня. Вам не нужно ждать до вечера. Вам не нужно ждать ни секунды. Мы уже сейчас празднуем юбилейный год. Царь царей находится здесь. Он пришел, чтобы освободить нас. И так этот нищий, сидящий у дороги, закричал, «Иисус, сын Давида, смилуйся надо мной». Как раз в милости он и нуждался. «О, спасибо тебе, Бог, мне не нужна справедливость. Она была у меня всю жизнь. Ее мне больше не нужно. У меня очень много недостатков и неудач. Не добавляй мне несправедливости. А скажи, сегодня я буду милостью к тебе. Смилуйся надо мной. Дай мне милость. Вылей на меня целую бочку милости. «Смилуйся надо мной», — сказал он, — «сжалься надо мной. Дай мне милость. Но нужно верить, что Бог милостив. А то у вас в жизни было столько справедливости, что у вас от нее тошнит просто. Я имею в виду, что справедливость сбила вас с толку и лишила вас и сна, и веры. Пришло время встать и сказать, «Господь, смилуйся надо мной. Дай мне милости, потому что Бог милостив». Все скажите, «Бог милостив». «Он милостив ко мне». «Бог милостив ко мне». Скажите еще раз, «Он милостив по отношению ко мне». Религиозная толпа, которая следовала за Ним, не просила ни об одном чуде. Они повсюду ходили за Иисусом, а этот бедный нищий сидел у дороги все это время, пока Иисус ходил по земле. Каждый день они ходили за Ним, а тот сидел у дороги постоянно, что его видели все проходящие, что могли увидеть миску нищего его платья. И те другие люди были намного счастливее, они могли видеть, они могли слышать, они ходили за Иисусом, куда бы он ни шел. Они были религиозными людьми. Они не были духовными израильтянами, они были религиозными израильтянами, не ждущими никаких чудес. Они следовали за Ним, потому что пытались поймать Его на слове, чтобы постоянно критиковать Его, и, наконец, отвергнуть, позаботившись о том, чтобы Он был на кресте. За Ним следовала религиозная толпа, и его, этого нищего, пытались замолчать, говоря ему, «Заткнись!» «Ты мешаешь!» И именно так и говорит неверующая толпа. Они кричат «Заткнись!» Но этот человек хотел чудо. А эта толпа говорила, что чудеса умерли вместе с апостолами. Вы это знаете? Религиозники, следовавшие за Иисусом, куда бы он ни шел, говорили, что, возможно, чудеса и происходили когда-то, чудеса, но они прекратились после смерти последнего апостола. Задумайтесь над этим. Кто из вас знает о том, кто был последним апостолом? Да, Иоанн. Приблизительно в 90 веке нашей эры, в 90 году, на острове Патмос, после того, как написал книгу Откровения, он умер в бочке масла. Его убили. Таким образом, в соответствии с религиозной толпой, Бог сошел в зубчатых вершин небес и позвал своего Сына Святого Духа и также англов и сказал, «На этом все прекращается. Больше никаких чудес». Но один ангел сказал, «Отец, еще предстоит родиться миллиардам людей, и они такие же, как и те, к которым приходил Иисус. Нет, больше не будет никаких чудес. Я больше не исцелю ни одного глаза, я не открою ни одного глухого уха, больше не будет ни рождений свыше, ни крещений в Духе, ни крещений в Духе Святом и Огне, не будет больше ни одного чуда. Им пришел конец». Вот что говорит религиозная толпа. И вы сумасшедшие, если вы следуете за ними. Вы сумасшедшие, если следуете за ними. Кто-то скажет, «Но в моей церкви не верят в чудеса». Вы нуждаетесь верящим в чудеса, проповедники. Я слышал об одном проповеднике, это был новый проповедник в церкви, его первая служба была о чудесах. После службы церковное правление позвало его и сказало, «В нашей церкви мы не верим в чудеса. Очень плохо, что ты проповедовал о чудесах, да еще во время своей первой службы». Он ответил, «Ну что ж, о чудесах пишет Библия. Бог по-прежнему совершает чудеса. Иисус жив и сейчас». И он объяснил им все это. Они сказали, «Нам это безразлично. В нашей церкви ты не будешь проповедовать о чудесах, потому что мы в них не верим». Он ответил, «Но это же в Библии». Они ему, «Это не волнует нас. В этой церкви ты не будешь проповедовать о чудесах». Тогда проповедник сказал, «Ну что ж, придется начать с вас». Он достал из кармана перочинный нож, он открыл его, протянул главному дьякому со словами и сказал, «Я хочу, чтобы ты вырезал из Библии те места, в которых говорится о чудесах». А дьякон сказал, «Я не могу этого сделать, и я порежу всю Библию». Все верно. «Я все-таки хочу, чтобы ты вырезал из Библии те места, в которых говорится о чудесах для божьих людей». И дьякон ответил, «Я не могу этого сделать, я ничего не могу вырезать из Библии». Но ты должен так сделать. Ты же говоришь, что я не могу проповедовать о чудесах. И если этого не будет в Библии, тогда я не буду проповедовать. Тогда вырежи это из Библии, и я не буду об этом проповедовать. И Диакон ответил, «Я не хочу этого делать, забери свой нож. Лучше проповедуй о чудесах». Понимаете, братья и сестры, в Библии едва ли найдешь место, где бы не говорилось о чудесах. Нет места в Библии, где не говорилось бы о чудесах. Бог постоянно творит чудеса в Библии, и я верю в Бога, который творит чудеса. Я хочу сказать вам, что эти чудеса не прекратились. Я заикался и запинался, я переболел туберкулезом без каких-либо антибиотиков. 163 дня я истекал кровью и был на грани смерти, когда моя сестра сказала, «Бог исцелит тебя». И мой брат понес меня на палаточное собрание, где, преисполненный Святым Духом проповедник, возлагал руки на больных, и Бог исцелил мои легкие, мой язык. Я скажу вам, что Бог исцеляет, Он чудотворный Бог. И я хочу сказать вам, что когда умер последний апостол того времени, Бог начал подготавливать новых. Во второй главе Ихвесян сказано, что Бог построил Свою церковь на апостолах и пророках. И Он дал Своим служением и апостолов, и пророков, и евангелистов, пасторов и учителей. И начал Он с апостолов, и они сейчас среди вас. И они приказали этому нищему заткнуться. Я слышал это, пока меня не стошнило от этого. Меня и критиковали, и изгоняли из общества, и не обращали на меня внимания. Я лично возложил руки на полтора миллиона человек, больше, чем кто-либо когда-либо в истории человечества. За все эти годы я сломал оба плеча, дотягиваясь и возлагая руки на людей из 70 стран. Я не могу рассказать вам, что я пережил, потому что это не важно. Но каждый раз, когда я поднимаю эти плечи, мне больно. И я молился, чтобы Бог исцелил их мне. Мне два раза разрезали правое плечо, один раз левое. Но Бог не исцелил меня, и мне кажется, я знаю, что имел в виду Павел, когда он сказал, «В своем теле я ношу шрамы Господа Иисуса Христа. Я ношу в своем теле, на своих плечах, шрамы Христа Целителя. И я благословляю Бога, и я буду это делать, и буду делать это, и буду это делать». Люди подбегали к кафедре, за которой я стоял, и били меня кулаками. Меня били ногами, и на меня плевали. В меня стреляли, и пули едва не задели мою голову. Братья и сестры, я пока еще жив, и я проповедую Евангелие Иисуса Христа из Назарета. Мы создали целительное служение. Мы создали университет Орелла Роберта, который основывается на Божьей силе и его Святом Духе. И недавно ваш пастор Рот Парсли приезжал к нам, и наше место словно зажглось все духовным образом, и встало 4300 человек с поднятыми руками славили Бога. И я вот что вам скажу вам, дни чудес не прошли. Я сейчас строю новую телестанцию в городе Талса, штата Клахома. Она будет последней в Талсе. На ней мы и остановимся. Мы планируем открыть ее в сентябре. Я попросил многих людей, мужчин и женщин, давать пожертвования, и уже многие присылали деньги. Я собрал уже более 150 тысяч долларов, и мы откроем эту станцию в сентябре без долгов. Позвольте мне вот что вам сказать. По-прежнему жива Божья чудотворная сила. Посмотрите на это здание, посмотрите на эту церковь. Ему было 29, когда он построил ее. Мне было 29, когда я начал целительные служители. Берегитесь этих 29-летних. Да, в Библии сказано, что когда ему приказали заткнуться, он еще громче закричал. Ему с презрением говорили о том, что он такой плохой. То же самое говорили и вам, не так ли? Каждый из вас вытерпел это. Каждым из вас говорили плохие слова. А каждым из вас думали плохо. Почему? Потому что вам каталось чудо. Позвольте мне рассказать вам один случай. Однажды ко мне на собрании привели девочку лет 11 или 12. Все тело, которое было скрючено ревматическим артритом. Она очень страдала. Я помолился за этого ребенка, и Господь исцелил ее маленькое тело. И она была прикована к постели. Те, которые видели страдающих от ревматического артрита детей, знают, о чем я говорю. Но ей было позволено смотреть телевизор, и она видела, как я молился за больных. Она убедила свою мать привезти ее на одно из моих собраний. Мать одела ее и собрала ее в дорогу. К месту собрания им было довольно далеко. Соседи услышали, что они собрались в путь, и они начали спрашивать, «Что ты делаешь с этим ребенком? Куда ты собралась ее везти?» И мать отвечала, «Мы отвезем ее на собрание Орла Роберта, и Бог исцелит ее». «Он что сделает?» Говорили они. «Должно быть, ты сошла с ума». «Ты что, действительно повезешь это бедное, страдающее дитя к какому-то человеку из Талс и город штата Клахома, потому что он заявляет, что его молитвы к Богу могут исцелить больных?» И девочка ответила, «Да, правильно». Но рвение матери начало ослабевать, и, наконец, ее отговорили от этого. И она повернулась к ребенку и сказала, «Милая, мы просто не можем поехать туда». И девочка ей, «Мама, ты же обещала». Но, милая, послушай, что говорят наши соседи. Один из них открыто высказывался, «Ты же знаешь, что наша церковь не верит в божественное исцеление». Но девочка не сдавалась, «Но, мама, ты же обещала». Мать повернулась к соседям и спросила, «Что же мне делать?» Они ответили, «Не вези ее». Но девочка не сдается и все время повторяет, «Но ты же обещала». И, наконец, мать привезла ее. Хотя и долго и сопротивлялась она, конечно. Она уже почти отказалась от этого. И дочь сказала ей, «Мама, ты просто глупая. Я столько месяцев провела в кровати, и ты помогала мне, заботилась во мне, плакала, потому что ты не знала, выздоровели я когда-нибудь. А что, если я не исцелюсь? Посмотри на меня сейчас. Что же нам терять? Если ничего не получится, мы все равно ничего не потеряем. Я больная сейчас, я буду больной». «Мама, ты просто глупая». Мама ответила, «Ну, хорошо». «Хорошо, я же пообещала». И она привезла ее, и Бог исцелил эту девочку. И теперь этой женщине, в то время ей было 11 или 12 лет, ей сейчас около 40 лет. И она здоровая, и она выращивает свою собственную семью. Иисус, хотя и был в сопровождении большой вопящей толпы, Он услышал голос этого бедного нищего. Как же он мог его услышать? Какой большой была толпа? Знаете, довольно большой. И все они вопили, все они кричали. И слепой закричал, «Иисус, сын Давида, смилуйся надо мной». Как же мог он услышать его? Одна семья решила за ужином записать свой разговор, чтобы позже послушать его. И один из маленьких сыновей сказал, «Пожалуйста, передайте мне масло». И никто не услышал его, потому что все разговаривали. Он опять повторил, «Пожалуйста, передайте масло». Никакого результата. И в третий раз он повторил, «Пожалуйста, передайте масло». Никто не услышал его. Тогда мальчик залез на стол и закричал, «Пожалуйста, передайте масло». Его отец повернулся к нему и строго сказал, «Сын, слезь со стула и иди в свою комнату. Сегодня ты остаешься без ужина». И мальчик ушел. После ужина они начали прослушивать запись и они услышали, как маленький мальчик несколько раз повторял, «Пожалуйста, передайте масло». «Пожалуйста, передайте масло». «Пожалуйста, передайте масло». И потом он закричал, «Послушай, друг, пришла пора передать масло». Кто-то сейчас забрался на стол и кричит, «Пожалуйста, Бог, передай чудо». «Пожалуйста, передай чудо». «Пожалуйста, передай чудо». Иисус услышал этот голос. Знаете, это очень особенный момент, потому что дьявол разными путями пытается доказать вам, что Бог не услышит вас. Это так. И чем хуже, тем чаще он говорит, что Бог вас не слышит. И сегодня некоторые из вас верят в то, что Бог не слышит вас. Сегодня некоторые верят в это. Недавно в программе «Лэрри Кинг в живом эфире» он спросил меня в 23-х разах, когда я слышал Божий голос, «Со всеми ли разговаривает Бог?» Я сказал, «Да». Но не все слушают. «Я не особенный человек. Я просто слушаю его. Потому что в те дни болеющие туберкулезом просто умирали. Сегодня уже есть какая-то надежда. Тогда не было никакой надежды. Но я слушал». И он знал об этом. В Библии сказано, «Затем он приказал, чтобы его привели к нему». Это не простое заявление. Он обратился к религиозным критикам и приказал им привести его. «Приведите ко мне этого слепого, и я исцелю его». А вы, религиозники, не верящие в чудотворную силу, вы думаете, что это вам обойдется просто так, не так ли? Всемогущественный Бог обращается к вам, чтобы вы привели к нему и больных, и заблудших, чтобы вы отказались от своих сомнений и безверия и начали верить в Бога. «Если ты религиозный критик или неверующий, Бог обращается к тебе. Приведи же кого-нибудь ко мне». Пожалуйста, серьезно относитесь к этому. Он приказал им привести этого слепого, нищего к нему. И так они это сделали. И как раз об этом я и говорю вам сегодня. Я почти уже закончил, но это самое главное. Все предыдущее подводило к этому. «Как вы думаете, что сказал Христос этому человеку?» Он сказал, «Эй, старина, понимаешь, ты прерываешь нашу религиозную службу, мы тут разговариваем. Ты что, считаешь, что тебе так нужно себя вести, что ли, в моем присутствии?» «Но, Господь, подожди, выслушайте меня. Видишь ли, ты тут лапу, следующую за мной? Все они исповедуют религию. А ты кричишь. Ты зачем это делаешь? Ты думаешь, что Христос так разговаривал с ним? Нет, так разговаривают только люди. Христос же спросил, «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» Что же он имел в виду? Скажи мне конкретно. Скажи мне конкретно, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя. В этих словах заключается огромный смысл, как для вас, так и для меня, потому что только он может исцелить все наши беды. Если не он, кто же еще может подвести вас к этому ответу? Почему мы обращаемся к Богу, когда мы теряем работу, наш бизнес, семью, дом или здоровье? Потому что, если он не поможет нам сверхъестественным путем, он может активизировать для нас естественные силы, о которых известно только ему. И он знает, где найти лучшую работу. Тем, кто потерял эту работу, он знает, где найти лучшее здоровье для тех, кто потерял его. Он знает, что каждый слепой может прозреть, а каждый глухой может опять услышать. Он знает, что может исцелить и тех, которые не могут ходить. Он знает, что те, которые разорились и живут в бедности, могут разбогатеть. Он пришел, чтобы проповедовать Евангелие бедным. И это касается всех нас. Слава его имени. И так он хотел, чтобы этот слепой конкретно сказал ему о своей нужде. Многие говорят, «Господи, я хочу благословения». В этом нет ничего плохого. Но заметили ли вы, что после того, как вы сказали, «Я хочу благословения», обычно вы не получаете ничего? Задумывались ли вы над тем, почему Христос попросил его быть конкретным, в том, что он хочет от него? А знаете ли вы сами, какая самая большая нужда в вашей жизни? Он сказал, «Господь, я хочу прозреть». А знаете ли вы, что большинство людей отдали бы все, что угодно, чтобы получить обратно свое зрение? Задумайтесь над этим. Иисус хочет знать конкретно о том, что неладно в вашей жизни. А разве он не знает? Да, конечно, он знает. Но он хочет, чтобы вы сами признались в этом и сказали это. Слушайте сейчас внимательно. Хотя это очень сильно смутит вас, но это общественное место. В этом зале тысяча людей. Все, что здесь происходит, сейчас показывают по телевизору. Это действительно общественное место. Все дороги были заполнены теми, которые следовали за Иисусом в то время. Он уже проходил мимо. Чудо проходило мимо. Хотя кто-то мог бы его и получить. Пройдет ли это чудо мимо? Это очень важный момент, потому что этот слепой человек сидел и ждал чуда. Он верил, что когда-нибудь он получит его. И когда оно приблизилось, он узнал его. Поэтому-то он и потянулся к нему. Иисус спросил, «Какое же ты хочешь чудо?» И тот ответил, «Я хочу прозреть». Один проповедник, который молился за меня, он спросил, «Орл, чего ты хочешь?» Я ответил, «Я хочу, чтобы исцелились мои легкие». И мой заикающийся язык стал разговаривать как надо. Возможно, Богу и было все равно, что исцелять. Для Орла было очень важно, громко было сказать об этом, что-то и в вашем сердце, или в вашей жизни пугает вас, или же это мучает вас уже длительное время, и вам не хотелось бы говорить об этом публично. Возможно, вам бы хотелось прошептать об этом, и в этом нет ничего плохого. Но здесь Иисус застиг этого человека врасплох. Он всех нас застигает врасплох. Я проснулся в среду ночью после полуночи, и Бог указал мне на это Писание. Я однажды даже не открывал Библию, потому что я знал это Писание наизусть. Я просто лежал в кровати и цитировал это Писание до тех пор, пока я не услышал, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя. И всю ночь я лежал и проповедовал до самого рассвета. И, наконец, Господь сказал, об этом ты и должен проповедовать в церкви в следующее воскресенье. А чего ты хочешь, чтобы Бог сделал для тебя? Что? Готов ли ты заявить об этом публично, даже если тебе и неудобно? Скажем, ты похотлив. Ты пытался освободиться от этого, но тебе не удается. Ты испытываешь только похоть, когда смотришь на мужчину или женщину. Хочешь ли ты конкретно сказать об этом Богу? Боже, я мужчина или женщина, я страдаю от похоти. Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? Я хочу, чтобы ты освободил меня от похоти. Господь, я воровал в своей жизни, я вор. Можешь ли ты публично сказать, Господь, я вор. На своей работе я воровал и время, и разные вещи. Я воровал и у людей. Я вор. Обычно ты себя так не называешь. Тогда же, что ты хочешь, чтобы Бог сделал для тебя? Разве ты не хочешь сказать Ему, Господь, освободи меня от воровства, я не хочу больше воровать. В Библии сказано, не воруй. Возможно, ты страдаешь от супружеской неверности. Возможно, и сейчас ты не верен своей супруге. Все очень плохо, но станет еще хуже. Можешь ли ты признаться в этом публично, как сделал этот слепой, нищий и закричал, «Господь, верни мне мое зрение». Разуверился ли ты в том, что когда-либо разбогатеешь и будешь приспевать? Действительно ты веришь, что у тебя никогда не будет финансов? Готов ли ты встать и сказать перед всем этим залом, «Я беден, и я верю, что я буду бедным всю свою жизнь, и я хочу, чтобы Бог освободил меня от таких мыслей?» Готов ли ты сказать это Иисусу, когда Он спросит тебя, «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» В среду ночью Он сделал все для меня. Я лежал в кровати, и я думал, «От чего же мне больше всего хочется освободиться?» Я называл и то, и другое. И, наконец, я сосредоточил свое внимание на том, что казалось мне самым главным. Проповедники точно такие же, как и вы. Они носят обувь и одежду, их тело требует пищи, они сталкиваются с тем же дьяволом, те же проблемы плоти. Иногда у нас возникают проблемы. У нас есть нужды. Итак, я обнаружил самую большую нужду в своей жизни, и я молился целую неделю. И я здесь уже целую неделю. Я не знаю, о чем я скажу публично перед тем, как я закончу, но я хочу, чтобы Иисус Христос полностью освободил мою жизнь. Чтобы Он освободил мою жизнь. Возможно, это и не прозвучало слишком серьезно, но я уже чувствую, как это происходит. Я чувствую, как нож Святого Духа врезается сюда. И мы начинаем избавляться. Он с кафедры начинается, с хора. Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя, сказал Иисус? Да. Ну, я знаю, какой-нибудь... Я знаю, что этот человек очень похотлив. Да, я молился за него. А как насчет тебя? Вот этот человек сплошной сплетник. Я молился, чтобы он не сплетничал. А как насчет твоих сплетен? Господь, у этих людей совсем нет никакой веры. Я молюсь за них. Но у них вера за один день только. А как насчет твоего безверия? Как насчет твоего безверия? Моего безверия? Вы можете сказать, Господь, вот что я хочу, чтобы ты для меня сделал. Разве тогда вы не почувствуете себя лучше? Разве вы не хотите, чтобы у вас улучшились чувства к Богу, и чтобы Бог лучше думал о вас? Разве ты не хочешь избавиться от таких глупостей? Разве ты не хочешь сказать, дьявол, не прикосяйся своими грязными лапами к моей жизни? Разве ты не хочешь очиститься с головы до ног? Разве ты не хочешь осветиться внутри и снаружи? Разве ты не хочешь, чтобы Иисус сделал для тебя то, что Он может сделать в твоей жизни? Что ты хочешь, чтобы Я сделал для тебя? Господь, я хочу прозреть, сказал Он. Твоя вера спасла тебя. И сразу же открылись Его глаза. Он прозрел и восславил за это Господа Бога. А те, которые следовали за Иисусом, также начали славить Бога. И чудо все расставило по своим местам. Перед тем, как я закончу, я хочу рассказать вам еще об одном случае. Это самая лучшая ее часть. Несколько лет назад я был в Фармоши, когда этой страной правил генерал Чьян Качек, и в Большом Зале меня принимало и правительство, и армия. Божьи благословения не коснулись только одной области. Многие спаслись, но почти никто не исцелился. Это было в Китае. Прошло три или четыре вечера, но ничего не изменилось, я оказался в тупике. К тому же я не получил никакого откровения. И один из миссионеров позвал меня и сказал, «Брат Робертс, китайцы не любят, чтобы к ним прикасались, а ты трогаешь их руками, и они думают, что ты унижаешь их». Мы, американцы, никогда так не думаем. Наоборот, когда мы возлагаем руки, мы поднимаем кого-то. Но здесь оказалось все по-другому. Итак, в следующий раз я объяснил им, что я очень люблю их, когда я возлагаю на них руки. И это значит, что я делюсь с ними своим сердцем и своей верой. И что я здесь для того, чтобы через силу Божью освободить их. Я сказал, что я очень уважаю их, и что возложением рук я только подчеркиваю свое глубокое уважение к ним. Итак, после службы я позвал к алтарю всех тех, которые нуждались в исцелении. И у одной из женщин зубы больше, чем мой кулак. А в зале находились сотни и сотни солдат также. И все они наблюдали за мной, и атмосфера была довольно напряженной. И вот ко мне подходит эта женщина с огромным зубом. И когда я прикоснулся к ней, я сказал через переводчика, «Во имя Иисуса, когда я прикасаюсь к тебе, женщина, я не унижаю тебя, я глубоко уважаю тебя, и во имя Иисуса я приказываю этому зубу покинуть твое горло». И зуб исчез у всех на глазах. Он исчез у всех на глазах. И вдруг я услышал топот сотен ног. Эти люди бежали к платформе, сотни солдат подбежали к этой женщине, чтобы посмотреть на ее горло. они спрашивали его по-китайски, «Куда исчез зуб?» Она отвечала, «Бог исцелил меня!» «И Бог исцелил меня», — говорила она, «Бог исцелил меня». Наконец, они поняли, что Бог исцелил ее от зуба. К тому же, они сами увидели это, и все они опустились на колени и хотели, чтобы я возложил руки на каждого из них. Зачем я рассказываю вам об этом? Чтобы показать, как чудо расставляет все по местам. После этого меня начали приглашать генералы, полковники, вся армия, и однажды утром меня разбудил посыльный генерала Чьянка-Чека, чтобы я пришел в его дворец на прием. И одно чудо вверхном перевернуло все. Исцеление одной женщины исправило всю ситуацию. Друг мой, если ты откроешься перед Богом в своей нужде, это изменит твою ситуацию, изменит все. Третий брат слева от меня в переднем ряду. Пожалуйста, подойдите ко мне. Да. И вот эта следующая женщина рядом. Женщина. Да, красивая женщина. Да. Идите сюда. Да, и с другого конца. Подойдите сюда, брат. Да, ты провел на солнце слишком много времени. Подойдите сюда. Да, я иду сюда. Да, да, да. Я иду, чтобы попросить, чтобы вы встали. Да, выходите сюда. Да, пожалуйста, выходите. Да, и вы. И вы выходите так же. И вы так же. И ты, брат. Да, сегодня будет горячо в этом городе. Пожалуйста, и вы подойдите тоже. Да, молодая девушка. Да, молодая женщина, выходите тоже. Выйдите сюда, пожалуйста. Да, поверните сейчас и посмотрите на меня. Да, пастор тоже. Помоги мне. Возьми микрофон. Ну что ж, наступил ваш момент. Что бы вы хотели, чтобы Иисус сделал для вас? Готовы ли вы сказать об этом во всеуслышании? Это общественное собрание. Здесь очень много людей. Иисус спрашивает каждого из вас, готов ли ты открыто сказать об этом? Готов ли ты произнести, Господь, вот от чего я хочу, чтобы ты освободил меня? Хотите ли вы получить чудо? Готовы ли вы к смущению, если необходимо? Конечно же, возможно, ты святой, и Богу совсем не нужно ничего с тобой делать. Я не знаю. Я не знаю. Давай начнем с тебя. Ты готова? Что у тебя? Я хочу, чтобы Бог исцелил меня от духа лжи. Повтори еще раз. Я хочу, чтобы Бог исцелил меня от духа лжи. Ложь. Стань прямо туда вот сейчас. Пастор, ты тоже спрашивай, а я перейду к следующему. Да, мы к вам тоже перейдем. Она хочет, чтобы Бог послал ей ребенка. Вы приходите к этому моменту. А теперь, братцы? Мы рады, что вы были с нами, на слава Господу. Программа TBN смотрит во всем мире, и нам нужна ваша поддержка для распространения Евангелия Иисуса Христа по всему миру. Вы можете писать нам на русском языке в Соединенные Штаты Америки по адресу TBN, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92-711, Соединенные Штаты Америки.